Наверное, нет автомобилиста, который не стоял в пробке перед железнодорожным переездом. Многие выбирают другой маршрут, другие стараются проскочить, чтобы потом не проводить в автомобильной очереди порядка 15 минут. Но зачастую именно это желание полихачить может привести к страшным последствиям. С начала текущего года на территории города Бреста уже произошли ДТП с участием железнодорожного транспорта. Так, 10 февраля на автодороге Р-17 27-летний водитель большегрузного автомобиля, гражданин Турции, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с железнодорожным составом. Это был дизель-поезд, сообщение Брест-Владава. В результате того дорожно-транспортного происшествия, слава богу, травм никто не получил, но транспортные средства получили механические повреждения. Буквально через месяц, 23 марта, на улице Красногвардейской в городе Бресте, ППВ-9, происходит аналогичная дорожная авария. Водитель большегрузного автомобиля, 47-летний брещанин, выезжает на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд, в результате чего совершает столкновение с железнодорожным составом. Эти дорожные аварии в большинстве случаев заканчиваются трагически. Профилактические акции, которые проходят по всей территории Брестской области, нацелены на безопасность каждого участника дорожного движения, ведь железнодорожный переезд – один из самых опасных участков дороги. В случае чрезвычайной ситуации в железнодорожном переезде, если машина остановилась, в первую очередь надо обеспечить жизни людей, надо выследить пассажиров, людей. Следующим шагом является попробовать убрать транспортное средство, которое остановилось с места, всеми возможными способами, привлечением также прохожих или других автомобилистов. Если этого не получается, отправить двух человек навстречу в каждую сторону от машины, для того, чтобы остановить поезд приближающийся, если он будет двигаться. Для того, чтобы остановить поезд, надо бежать навстречу нему и подавать круговые движения рукой. Представители госавтоинспекции совместно с работниками дистанции пути Белорусской железной дороги предупреждают и рассказывают о важности соблюдения правил безопасности, а также проверяют знания водителей. К слову, сориентироваться и сразу ответить правильно на вопросы удалось не всем. Допустим, у вас сломалась машина прямо на ЖД-путях. Ваши действия. И уже подходит железнодорожный состав? Ну, для начала, я считаю, надо людей, пассажиров с автомобиля максимально вывести. Правильно. Дальше ваше действие? И по возможности автомобиль убрать с переезда, чтобы не получилось с автомобилем. Всем предупредить о вас с камерой. Вы, как водитель общественного транспорта, знаете, как себя правильно вести в случае, если ваш автомобиль сломался прямо на железнодорожных путях? Я вам скажу, как бы я сделал, только это не по правилам. Я бы на стартере переехал бы. Что касается мер административного воздействия, я хотела бы напомнить, что за нарушение правил проезда железнодорожного переезда, согласно Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин. Но самое главное и основное, чтобы каждый участник дорожного движения понимал, что железнодорожный переезд – это зона повышенной опасности. Поэтому здесь необходимо соблюдать правила дорожного движения. Будьте внимательными и осторожными. Резюмируем. Будьте внимательны на переездах. Не спешите и не рискуйте напрасно. Соблюдая правила, избежать несчастных случаев станет возможным. Продолжение следует...